всем привет я вернулась вот у меня немножечко тут поменялся образ как вам и по название этого видео вы наверное уже поняли что речь пойдет о брекетах мне лично брекеты поставили где-то два месяца назад и в этом видео я хочу с вами поделиться моей истории что как где а еще я поотвечаю на популярные вопросы о брекетах помогу вам выбрать брекеты какие самые лучшие какие вам подойдут и дам вам пару лайфхаков поэтому тем людям кто сейчас ставит брекеты им нужно или те кто думает об этом это видео будет очень полезно я помогу так что оставайтесь со мной так я сразу могу вам с радостью сказать что это не бой ладно что я вру хорошо скажем так ставить брекеты ну когда тебя первый раз ставят то это не больно как бы ты почти ничего не чувствуешь кстати есть видео которое записала прям у артодонта когда он не ставил поэтому вот это было совсем не больно немного неприятно когда они мне делали вот эту штуку опечатывали мою челюсть чтобы понять какие брекеты далее проволока и ответ на самый популярный вопрос и кстати самый важный какие брекеты мне поставить вот я на эту тему пережила просто весь интернет и сейчас я довольно много об этом знаю есть три типа брекетов есть металлические керамические и сапфировые металлические это самый распространенный тип это вот эти железные у меня они тоже есть они только серебряные вот поэтому они более красивые есть керамические они они кого прозрачные но они белые и как бы не не очень видно на зубах поэтому некоторые любят керамические брекеты и есть сапфировые которые прозрачные они как кристаллики на зубах и их почти не видно их видно просто маленькую проволоку но ее как бы незаметно вот я лично выбрала металлические брекеты потому что они самые прочные к самый быстрый результат и они ну да брекеты могут стоить 300 долларов до 3000 долларов это зависит от того какие вы брекеты выберете сапфировые самые дорогие металлические самые дешевые вот там есть несколько типов металлических как металлические серебряные как у меня вот потом идут керамические тоже довольно дорогие поэтому решайте сами у меня есть одна подруга которая у которой керамические брекеты на верхней челюсти, и на нижнем у неё металлические. И керамические брекеты у неё всё время спадали, они всё время падали, они очень хрупкие. Сапфировые, кстати, тоже. То есть, металлические брекеты, они самые устойчивые. А керамические и сапфировые, они очень хрупкие, их легко сломать. Кстати, для тех, кто не хочет портить свой вид брекетами, я вас полностью понимаю, какие-то железяки на зубах. Короче, есть такое приспособление, которое называется элайнеры. Это такие прозрачные штуки, ты их как бы вставляешь на зубы, их не видно, и ты просто так ходишь. Обычно там нужно на ночь несколько часов ходить, я прям точно не углублялась в этот вопрос. Но я вам могу сразу сказать, что эти элайнеры, они не помогают, это говорил мой ортодонт. Очень-очень медленное исправление зубов, и поэтому я не советую вам пользоваться элайнерами. Не знаю, как хотите. Можете взять более эстетичные брекеты, как сапфировые или керамические, или можете металлические. Я не сказала бы, что это слишком плохо. Это не портит твой вид. Это просто... Оно просто нормально. Ты потом к этому привыкаешь. Потом, что было... Ну, вы сами сейчас увидите по видео, которое я сняла первый же день после брекетов. У меня сейчас брекеты. У меня их поставили, и они, если честно, смотрятся не так уж плохо. Короче, показываю. Один, два, три. Они реально не так плохо уж смотрятся. Они очень мешают, ну, так чувствуются. Чувствуются, как будто они просто такие большие. Как будто на твои зубы просто надавливают всем разом. И немного губу утрет. Ну, так никаких болевых ощущений прям так нет, чтобы я такая, о, боже мой, как это больно, или что-то типа того. В принципе, нормально, терпимо. И выглядит тоже хорошо. Ну, в принципе, лучше, чем я думала. Посмотрим, если у меня тогда будет болеть зубу. Пожалуйста, чтобы нет. Всем привет! Это был мой первый день с брекетами. Вот, я расскажу, как у меня прошел день. Ну, первая ночью я спала довольно неспокойно. Я проспалась где-то шесть раз за ночь. Наверное, я просто перенервничала вчера, потому что у меня была вчера контрольная, мне брекеты ставили, и все, это так в один день. Я беру свои слова обратно. Зубы очень сильно болят. Я почти не могу есть, и все, что я могу есть, это йогурт. У меня очень сильно вот эти зубы болят, и как бы больше на вот этой стороне, но вот это я как-то не очень. Брекеты, они до сих пор мешают, но я как-то начала к ним более привыкать. Но очень странно это все. Посмотрим, что будет в следующие дни. то есть, как вы поняли по видео с первым днем, как у меня появились брекеты, это было больно, это было очень неприятно. Но вот, посмотрите, что происходило в следующие дни. Всем привет, это второй день, как у меня брекеты. Вот, я хочу вам рассказать, что вообще сейчас происходит. ну, первое, это то, что зубы почти уже не болят. Я до сих пор не могу есть, но они прям не ноют постоянно, как это было вчера, поэтому сейчас уже намного лучше. Но, они эти брекеты начали натирать губу, и от этого очень больно, очень некомфортно. Мне дал мой отодин, отодин, вот этот воск. Я даже наклеила вот, чтобы оно не царапало, и сейчас намного лучше. Сейчас я почти их не чувствую, я уже, ну, привыкаю к ним, короче. Поэтому все лучше и лучше. Но потом, когда мне поставят еще эту челюсть, через три недели опять будет эта ужасная боль, но я с ней справлюсь, как бы, не смертельно, не смертельно. Еще я хочу вас предупредить, что когда вы получите свои брекеты, не имеют значения это металлические, керамические или сапфировые, у вас сто процентов растянется вот эта губа, потому что просто объем увеличивается из-за брекетов. Они как бы, они кажутся маленькими, но они довольно объемные. Вот, и поэтому тоже учтите это, еще будет натирать сначала, как вы поняли по первому видео. Просто смиритесь, что поделать, оно не выглядит как бы плохо или что, я просто предупреждаю, просто, просто предупреждение. Так, ну окей, вы хотите брекеты, вы должны быть уже готовы, что вам нужно будет от половины своего рациона отказаться. Никаких чипсов, никаких орешков, никакой твердой еды, как яблоко или морковка, груша, все эти твердые вещи запрещенны. Нельзя, все. Отказывайтесь на полтора года, на два, или сколько вам срок поставили на брекеты. Это есть нельзя, и, во-первых, у вас могут отвалиться брекеты, вы можете их, например, повлатить, или вы можете просто выплюнуть, короче, если вы твердую еду будете есть, и за это нужно дополнительно платить. А еще по моему опыту, я когда ела твердый пряник, ну, сейчас Рождество, как обойтись без пряников, да? Вот, у меня все время постоянно отскакивала проволока на вот этих концах, как мы, вот тут. Она постоянно отскакивала, я постоянно шла к ортодонту в ту клинику, и я уже знаю всех там. я шла где-то 10 раз уже, я так захожу, привет, Боб, да, как у тебя дела? Нормально? Ну, у меня тоже нормально, в школе там все нормально, ой, здравствуйте, как поживаете? Мы целых два дня не видели, не будем об этом. Ну, короче, это тоже мне очень приятно, поэтому не советую, не советую, вы, конечно, можете, есть что хотите, но потом платить за это дополнительную сумму, еще переться куда-то, и все время это фиксировать. Кстати, то, что мне чинили проволоку, это не стоило никаких денег, и там ты просто, он тебе фиксирует обратно проволоку, если у вас требуют за это деньги, то это неправильно, это так не должно. У меня сейчас все серые резиночки, вот, и их как бы не очень видно, поэтому мы взяли их, я была не против, мне приложила ортодонт, поэтому я вам советую, наверное, серые, ну, или каких просто хотите, кроме желтого, коричневого, зеленого, потому что это выглядит так, как будто у вас застрела еда в зубах, и это очень некрасиво, поэтому завет. Так, то есть, как хорошо чистить зубы, я вам покажу сейчас метод, который я использую, так, у меня тут щетка, я буду прям тут показывать, не знаю. Так, то есть, сначала я просто вот так делаю по всем зубам, просто, чтобы вот еда, которая прям крупная, она, короче, ушла. Потом я начинаю вот так, как бы над брекетами, так мы очищаем, как бы, вот эту часть, потом я чищу просто брекеты, как бы, просто вот так прямо, так, и потом под брекетами это тоже очень важно, ну, чтобы хорошо почистить брекеты, нужно их вот так чистить со всех сторон, вот так. Вот, это, в принципе, все на брекеты, то же самое на этой челюсти, снизу вверх, потом вот так, поперек, и вот так и делаю. То есть, вот такими движениями просто под брекетами. так, а остальное я чищу, как всегда, просто вот такими движениями я прочищаю зубы, ну, и это, в принципе, все. Поэтому нужно чистить именно, как бы, со всех сторон брекетов, и очень сложно просто щеткой как-то вот так, когда чистишь, убирать. Есть еще ёршики, у меня его нет, но говорят, что это тоже хорошая штука, когда ты этим ёршиком, как бы залазишь вот эти щельки между проволокой и зубом, и вот так ты прочищаешь, но у меня ее нет, поэтому она прям не обязательно, но просто некоторые советуют поэтому, как хотите. Еще учтите свою сумму, кроме брекетов, еще чистка брекетов, нужно идти к стоматологу или ортодонту, чтобы еще почистить эти брекеты. Вообще это делают, по-моему, раз в полгода или раз в два месяца, как кто хочет, поэтому просто учтите это. В заключении хочу сказать то, что брекеты это больно, да, но только несколько дней, у кого-то три дня, у кого-то неделю, это зависит от вас. Вы можете выбрать брекеты либо металлические, либо керамические, либо сапфировые, как вы хотите, оно отличается по эстетике, но говорю вам сразу металлические, самый прочный из них, поэтому лучше, как бы, я выбрала металлические, немного, конечно, светлее, они серебряные, поэтому не расстраивайтесь из-за этого, оно выглядит классно, все, кто с брекетами, крутые, и некоторые мои подруги даже расстраивались и прятали свою улыбку, потому что им сняли брекеты, и они говорят, что они выглядят странно, но это неправда. Окей, с брекетами и без брекетов ты такой же красивый человек, и изнутри, и внутри. не парьтесь, хорошо, потом помните, что в результате у вас будут идеально красивые прямые зубы, поэтому результат того стоит, и он происходит быстро, если вы выбираете хорошего ортодонта. Это все, всем пока, удачи, не забудьте подписаться, и если вы еще любите музыкальные каверы, какие-то клипы, то заходите на мой канал, там еще много чего, вот, потому что я люблю играть на моей гитаре, петь какие-то песни, поэтому заходите, вы ничего не лишитесь этой жизни. Всем удачи, всем пока!